Музыка На самом деле у меня родители оба учителя, мама учителя русского, а папа учитель физкультуры. У нас трое детей и все с раннего возраста были отданы в спорт. Брат старший у меня занимался хоккеем раньше, и как-то раз просто пришла к нему на игру, и играли две девчонки. И я говорю, пап, я тоже хочу попробовать. Он говорит, ну это же не женский вид спорта. Я говорю, ну девочки играют, значит и мне стоит попробовать. А так как я уже занималась фигурным катанием, перестроиться на хоккейные коньки мне было легче. С двух лет я стояла на фигурных коньках, мне было легче перестраиваться на коньки, потому что я уже умела кататься. Да, конечно, это было трудно, но мне брат помогал, показывал, как правильно. И дома, получается, да, немножко. И дома, да. И папа со мной на коробку выходил всегда, потому что я очень хотела научиться побыстрее. Сначала я просто каталась в одной команде с братом, потом перешли вместе в другую команду, там уже я начала играть за ребят на год старше. Там в чемпионате Москвы играли и выигрывали. На ваш взгляд, мужской и женский хоккей сильно отличаются вообще? Ну, конечно, отличаются, во-первых, силовой борьбой. У девушек не такая силовая борьба. Скорости другие, игровое мышление другое. Нам хочется, наверное, более красиво как-то все сделать. А игра в пас? Игра в пас у нас обязательно, мы всегда только в пас играем. Уже даже по ленточке шайбу катаем, чтобы кто-то партнеров забил. Тренировки у нас час 30 лет, потом тренажерный зал. Иногда играем на товарищеские игры с мальчиками. Ну, в принципе, пробежки еще бывают на улице, там 10 километров бегаем. В Торнадо я перешла, когда мне было 16 лет. Меня увидел тренер на золотой шайбе, пригласил играть. А в молодежной сборной я с 15 лет. Тоже увидели, когда я играла за девочек, просто за команду на золотой шайбе. Первый тур не особо запомнился. Запомнился последний год сборной, когда в 2015 году мы заняли третье место на чемпионате мира впервые за всю историю молодежного женского хоккея. Обстановка хорошая, коллектив меняется, второй год омолаживается. Приходят новые девчонки. Сейчас закрыли клуб в Свердловске, и, скорее всего, некоторые девочки приедут к нам на просмотр. Денег хватает? Ну, не особо, но не жалуюсь. Ну, заработать можно так, но достойно. Заработать можно. В этом сезоне я стала снайпером с чемпионата. Как это произошло? Ну, я особо не задумывалась, когда начинался сезон, что я стану снайпером. Конечно, мне помог тренер, партнеры по Зене мне помогали. Ну, так получилось. Ну что, хорошо, спасибо. Да, у нас с Зеном, мы уже 4 года с Зеном играем вместе. Нас даже в людьми разбивают. У нас комбинация. У нас даже наш тренер с Зеном уже 5 годов не тренировал. Болельщики к нам ходят на игры у нас в городе Дмитрове. Нас очень поддерживают. Смотря какой день недели, если в будние дни, ну, человек 200 приходит. В выходные может прийти 500. На данный момент нам очень тяжело соревноваться с Америкой и с Канадой, так как у них почти в каждом колледже и университете есть свои команды, которые выступают на чемпионате. А у нас всего лишь 7 команд по всей стране. И очень мало девочек. Где-то примерно 2,5 тысячи занимаются, но в профессиональных команд мало и девочкам некуда идти. Ну вот женская хоккейная лига была создана, да, специально для того, чтобы развивался женский хоккей. Это помогло? Ну, каких-то особых изменений не было, просто время игр стало более удобное. Стали показывать игры в интернете. На самом деле складывалось очень тяжело. Мы были в группе сильнейших. У нас в группе была Канада, Америка и Финляндия. Первую игру в Финляндии мы проиграли. Ну, первая игра, как говорится, первым блинкомом. Вот, потом проиграли две игры, не стали расстраиваться, просто начали работать. У нас там было пару выходных, когда мы тренировались всей командой. Тренер говорил ошибки, показывал на теоретических занятиях видео. Вот, потом вышли за выход в полуфинал, выиграли у сборной Швеции. Вот, Швеция была нашим принципиальным соперником, чтобы попасть на Олимпийские игры, нам надо было обязательно у них выиграть игру. Ну, потом вышли, проиграли американкам за выход в финал и играли за третье место с Финляндией. Конечно, все хотели выиграть, потому что в том году не получилось, тоже в сборной Финляндии проиграли за третье место. А в этом году все девочки очень настроились, все очень хотели. Очень тяжелая игра была, ее овертайм были, булиты были, но удачный на нашей стороне был. Да, мы смотрели их тренировки, раскатки, у них очень много тренеров разных. Если у нас три тренера, тренер нападающих вратарей и защитников, то у них это тренер левых нападающих, тренер правых, тренер центральных. То есть у них у каждого ампуа свои тренера. На земле физикой у них занимаются отдельные тренера. Да, у них к этому очень серьезно относятся, и у них очень много девушек этим занимается. Бывает, да, что попадают в сборы параллельно. Вот сейчас перед чемпионатом мира мы были вместе на сборах со сборной Ю-18, которая должна была поехать на чемпионат мира, но, увы, у них не получилось. И вы играете между собой? Бывает? Между собой мы не играли, играли мальчики Ю-18 с расширительным составом национальной сборной. Выиграли 2-1 по булитам Ю-18. Мы приходили, болели за мальчик. Конечно, слежу, удалось побывать даже на одном матче нашей сборной. Россия-Дания. Мы смотрели. Очень понравилась поддержка болельщиков на наших матчах, на нашей сборной. Организация хорошая, все на высшем уровне. В женском хоккее не особо так относятся. Когда в Канаде играли чемпионат мира, да, вот сейчас очень хорошая организация была. А в прошлом году девочки ездили в Швецию, они говорят, ну, не очень все было. Мне нравятся многие приемы Павла Дуцука. Пытаюсь отрабатывать на тренировках. Ну, конечно, не все получается, он мастер. Вот. Но стараюсь. Со многими девчонками я уже играла в молодежной сборной на данный момент. И они уже были в составе национальной сборной. Ну, они меня познакомили с другими девчонками, сказали, что будут защищать. Поэтому все было очень легко. Ну, конечно, у меня мечта поехать на Олимпиаду в 2018 году. И если все сложится, если дальше будет развиваться женский хоккей, можно будет дальше играть. А если не получится, то тогда пойду тренером работать. У нас сейчас 4 человека уезжало за границу. Но пока там тоже вот НХЛ создали, оно не очень развивается. Там всего 4 команды пока. Они говорят, нет смысла ехать. А чтобы играть в университет, это нужно закончить колледж. И потом в 4 года обучаться. И если будешь плохо обучаться, ты не сможешь там играть. Нет, я хочу просто до Олимпиады отыграть здесь, чтобы быть у тренера на виду, чтобы он видел. А после Олимпиады уже можно ехать туда. Азарты есть, но мы никогда не делаем ставки с девчонками. Мы между собой ставим прогнозы, иногда выигрываем. Спорите, да, на денежки? Нет, просто на интерес. Просто на интерес. Ну и как? Чаще выигрываете или проигрываете? 50 на 50. А в спорте вы азартный человек? В спорте, да. На площадке? Да. Как это выражается? Ну, во-первых, мы всегда ухом на тренировке, на игры с хорошим настроением. Всегда смеемся на разминке. Никогда никто не настраивается на игру. Все говорят, мы же не гитара, чтобы настраиваться. Я стараюсь не зацикливаться на негативных моментах. Вспоминаю только хорошее. Самый главный победный матч? Самый главный победный матч? Ну, у меня их два в этом сезоне. Это когда мы выиграли Агидель из Уфы у себя и заняли первое место в чемпионате России. Ну, и, конечно, обыграли сборную Финляндии на чемпионате мира. Я хочу сказать, чтобы болельщики болели за наши сборные, чтобы поддерживали. И, несмотря на поражение, все равно верили в лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok